Всем привет, я Юрий Шатохин. Сегодня хочу вас ознакомить с довольно интересной программой и нужной программой экранный переводчик Screen Translator. Ссылку на эту программу я дам в описании под своим видео. Эта программа совершенно бесплатна и на русском языке. Итак, описание на официальном сайте. В наше время, время свободного доступа к информации, очень часто возникает потребность в переводе интересующего нас текста. Во многих случаях для этого достаточно воспользоваться любым онлайн-переводчиком. Однако, существуют отдельные области, в которых привычных инструментов оказывается недостаточно. Как правило, это происходит из-за невозможности выделения и копирования интересующего текста. В качестве примеров можно привести следующие ситуации. Текст является частью изображения. Фотография, инфографика, реклама. Копирование текста запрещено. Специальная защита на сайтах. Некоторые PDF и другие файлы. Текст является элементом интерфейса. Меню и заголовки программ и игр. В таких ситуациях на помощь приходит скрин-транслятор, дословно экранный переводчик. Принцип действия программы прост. Вы выделяете на экране область текстом и получаете его перевод. Все рутинные действия выполняются автоматически. То есть, кроме того, что здесь показано, сказано, еще все системные сообщения Windows, если они возникают на английском языке, вы можете перевести с помощью этой программы. Здесь нажимаете «Скачать установщик». Здесь, если вам что-то будет непонятно или вы хотите более подробно узнать, здесь требования, здесь настройки, горячие клавиши, вывод результата, распознавание, перевод, советы. То есть, для тех, кому не хватит информации в моем обзоре, заходите на сайт и нажимаете «Подробнее». А здесь нажимаем «Установщик», заходим на эту страничку и нажимаем вот здесь еще. И скачиваем файл весом 178 мегабайт. Закрываю это окно. Я уже установил эту программу. Вот ярлычок Screen Translator. И в трее появляется точно так же ярлычок, с которым мы будем работать. Нажимаем правой клавишей на этом ярлычке. Нажимаем «Настройки». И видим, что самая основная у нас будет функция «Захватить». Это можно нажать комбинацию на клавиатуре «Контрол-Альт-З», то есть буква «З», совмещенная на клавиатуре на одной клавише с буквой «Я» на русской раскладке. «Контрол-Альт-З». Повторить, скопировать, вывод результата в трее будет сюда, вот здесь возникать, или в окне рядышком, там где вы выделили текст. Здесь язык распознавания, английский, или можно выбрать другой. Вплоть до японский, эстонский, здесь есть и украинский, и любые другие языки. Здесь можно масштаб увеличить, по умолчанию он 5, я здесь выставил 20. А здесь язык-результат русский, можно также выбрать другой. Окей. Итак, к примеру, вам выдало системное сообщение. Вы не знаете, как его перевести. Нажимаете правой клавишей на верлочке, если не хотите на клавиатуре нажать «Контрол-Альт-З». И нажимаете мышкой «Захват». У вас курсор превращается вот в такой вот крестик, которым вы выделяете текст и автоматически получаете перевод. Операция успешно завершена. То есть, вот сверху оригинал, а это перевод. Операция успешно завершена. Для того, чтобы скопировать вот этот вот текст, вы наводите курсор на иконку в трее. И нажимаете среднюю кнопку мыши, колесико. Последний перевод был скопирован в буфер обмена. Итак, здесь, чтобы исчезло вот этот перевод, это окошко правой клавишей нажали, оно исчезло. Итак, я создаю текстовый документ и вставляю то, что скопировал. Вот он, оригинал текста, а здесь операция успешно завершена. Далее, я приготовил прямо на сайте, можно не только на компьютере, можно и на любых сайтах. То есть, в интернете все это дело переводить. Нажимаете на клавиатуре Ctrl-Alt-Z или правой клавишей захват. Курсор превращается опять в крестик. Выделяем нужный нам текст. И появляется перевод. Это копия Windows, не является подлинной. И вы пока не решили эту проблему. И далее идет текст. Правой клавишей закрыли. Вот таким образом вы можете перевести любой текст с PDF-файлов, с сайтов, где человек защитил свой текст. Вы можете его, в принципе, скопировать с любых интерфейсов и системных сообщений. На этом все. Ссылку, как обычно, на сайт я дам в описании под своим видео. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.